Всем моим зрителям, всем моим подписчикам, всем моим друзьям виртуальным и реальным Огромный-огромный привет! Как вы уже могли догадаться по видео шкварчащих котлет Это будет кухонный влог понедельника Я подумала, что надо пожарить котлеты к ужину А потом так, только я их налепила, в муке обваляла И подумала, а что это я так буду молча котлет Двух зайцев одновременно и котлетки пожарю И заодно влог выложу на своем канале Потому что все очень просили влоги, а я их все не выкладываю, не выкладываю Да, кому интересно, как я делаю котлеты У меня был свиной фарш Свекровь, дай бог здоровья, привезла гостинце И подумала, что бы с ним такое сделать Самое быстрое, самое легкое И, по-моему, самое вкусное Что может быть, это котлеты Котлеты, домашние котлеты Я туда добавила По-моему, килограмм фарша был Так, по моему ощущению Я туда добавила два яйца Я добавила туда приправы Я люблю хмели-сунели Мне кажется, хмели-сунели у меня идет в любое блюдо Я туда добавила лука, соли и чеснока Да, я не боюсь вот такого сочетания лука и чеснока одновременно Все это вот лук, чеснок в блендере перемолола Туда добавила фарш, яичко Все это перемешала Обваливаю в муке У меня, правда, как-то мама пробовала, покупала панировочные сухари Чтобы жарить котлетки Чтобы вот они получались такие, как магазинные Или вот как в столовой С такой вот корочкой, с присыпочкой Я тут как-то в пятерочке увидела панировочные сухари Мне нужны были приправы Я разматривала приправы Потом увидела пакет с панировочными сухарями Постояла-постояла около них И пошла как-то стороной И подумала, почему я их не взяла Ведь у меня действительно вот фарш стоял Я не весь сразу пожарила Я не все сразу котлеты пожарила Вот осознаю, что фарш у меня есть Готовый фарш для котлет В холодильнике, что надо пожарить Почему я не взяла эти панировочные сухари Не знаю, может быть, на что-то другое отвлеклась Вот именно так я жарю котлеты Обваляв в муке, не в панировочных сухарях Быстренько, не заморачиваясь Можно отварить картошечки Можно отварить макарончиков Я, кстати, подсела на зеленую фасоль Замороженная в пакетах продается Я ее пробовала и отваривать И потом ела И с котлетой ела И с сосиской ела И пробовала еще, знаете, такое вкусное блюдо делать Опять же, вот мне многие говорят Почему я не снимаю все свои блюда Дело в том, что, знаете Бывает, что вскочишь Голова трещит Тут Серафиму надо кашу Быстренько намешать Покормить его При этом я сразу в ночной рубашке Не одеваясь, не умываясь Первым делом самолеты Ну, а девушки, а девушки потом У меня первым делом Серафим Я сама это потом Может быть, я, конечно, неправильно делаю Но у меня не хватает сил У меня не хватает терпения Чтобы встать ни свет ни заря Чтобы умыться Одеться Привести себя в порядок А потом уже, знаете Во всеоружии Во всем своем марафите Сидеть, ждать Когда у меня проснется Серафим Поэтому я пользуюсь возможностью Я сплю, пока спит мой сын А потом стою И в ночной рубашке Начинаю его кормить И поэтому у меня даже Не бывает такой возможности Чтобы, например, какой-то свой завтрак Вам представить Как это, что это Потому что быстренько-быстренько Что-то одно, другое И я тут подумала Вот у меня был фарш готовый И зеленая фасоль Которую я уже отварила Я подумала Что бы такое на завтрак сделать Чтобы и я вкусненько поела И чтобы Женя не сказал Бей, я это есть не буду Я подумала Смешаю фарш Зеленую фасоль И все это Залью омлетом Это яйцо с молоком И знаете, получилось вкусно Довольно-таки вкусно Так что попробуйте Если у вас готовый фарш Который вы там приготовили Для котлеты И уже жарить Не замороженный И есть замороженные какие-то овощи То вот такой вот Можно замечательный омлет делать Я, конечно, не стала заморачиваться И какие-то там формочки Где-то в духовке запекать Потому что я знаю Очень вкусно на завтрак В формочки В формочки закладывается там Колбаска Лучок Болгарский перец Все это заливается Смесью омлетной И все это запекается В духовке И получаются такие Маффины Омлетные маффины Так что-то я заболталась В общем Очень многие меня спрашивали Про металлические направляющие У меня на кухне И вопрос звучал так Удобно ли это Вот сейчас покажу Как это у меня И расскажу Удобно ли Вот смотрите, друзья У меня вот такие вот Направляющие Металлические Мы их покупали Несколько штук Причем мы взяли Две вот Видите Коротенькие По одной стенке У меня И на другую стенку Мы прикрепили Одну вот Длинную Такую направляющую Крючки металлические Которые цепляются На направляющие Они продаются Отдельно Причем Абсолютно разные Есть вот такие Одинарные Вот как я вам Сейчас показываю А есть вот такие Вот Ну я бы не назвала Их двойными Просто широкий крючок Есть вот такие Полочку Под моющие Чистящие средства Сначала думали Выбрать Какую-то треугольную Чтобы в уголок Именно вот ее Разместить Но по размерам Как-то нам не очень Подошло И тем более Что мы устанавливали Еще фильтр Для чистой воды Вот здесь у нас Кран расположен И подумали Нет Еще полку Располагать здесь Иначе она будет Упираться в этот кран А если брать Какую-то Полочку угловую Маленькую То на нее Мало что Можно разместить Просто придется Выше этого крана Ее устанавливать И решили Что пусть будет Именно вот такая Вот прямоугольная Полка Никакая не треугольная Мы ее разместили Вот так Над раковиной У меня здесь Чистящие и моющие Возможно Девчонки Которые придерживаются Минимализма Флайлиди Скажут Ой, что ты тут Наставила Щеточки у тебя Тут же висят Ну мне вот так На сей момент удобно Потому что у меня И жидкость Для мытья посуды Детской И такая Обычная Для взрослой посуды И еще Как вы Успели уже Заметить Вот эта вот Узенькая сторона Кухни Уголок У меня занят Полностью Серафимкиными Причиндалами Это у него Здесь и бутылочки И капельки Какие капаю И мои тут Витаминки Которые принимаю И его чашечки Плошечки Ложечки В общем Все для Серафима И полотенчика Вот это тоже Чистый Серафимкина Я пока вот это Вот не убираю Никуда не прячу Сейчас уже Вот Немножечко Времени проходит Сейчас нам уже 8 месяцев Я понимаю Что Ага Уже немножечко Проще с этим Я могу Какие-то баночки Из шкафчиков Уже достать Вот здесь Вот И ничего У меня уже Может на виду Не стоять Но пока Понемножку Понемножку Раньше здесь Было еще больше Нахламления Я так назову Нахламление Потому что У меня здесь И какие-то Крема стояли Еще И пупочек Надо было Обрабатывать Сейчас здесь Уже всего меньше Баночки Сразу из-под Детского питания Стараюсь Убирать В коробку Надо потом Это Все коробки Как-то увезти На дачу Пусть там Хранятся Потому что Уже думаю Что возможно Баночки Потом пригодятся Для консервации Чего-то Детского пюре Когда наступит Сезон Консервации Так что Для меня Я уже Немножечко Так отвлеклась Для меня Вот эти Направляющие Удобно И Расскажу Сразу Насчет Прихваток Таких Замечательных В романтическом Стиле С розочками Забегала В магнит Увидела По акции Одна прихватка Стоит 25 рублей Хоть Она мне По цвету И не подходит Надо было бы Постараться Найти Прихватки Может быть В каком-то Стиле Сиреневым Голубом Синим Там же Были Только Такие По акции Я решила Нет Пусть эти Романтические В розочках Прихватки У меня будут И я вот Как-то Разместила Розовое С голубым Как-то Очень даже И неплохо Стало Сочетаться Да Еще купила Вот такую Новую себе Подставку Подложки Когда готовишь Вот с таким Вот поваром Как бы так Вот с таким Поваром Да У меня уже Вот тут Грязно Это у меня Сейчас лежала Здесь Лопаточка Котлеты Переворачивала Поэтому сразу Вам по ходу Показываю Мне понравилось По дизайну Своему Она не очень Громоздкая Причем подойдет К любому стилю Кухни Вот с таким Поваром У меня была Такая ложка Но к сожалению Треснула Вот здесь Ручка Хоть Женя Мне ее и Приклеил Но я Подумала Нет Новый год Надо начинать С новыми помыслами Новой какой-то Посудой И пусть Пусть это будет Новая даже Подставка Подложки Да И вот тут Вот еще Видите У меня Две коробочки С чабрецом Вот Смех и грех Трава чабреца В пакетиках Я взяла Он мне был Абсолютно Не нужен Потому что Мне был Нужен Потому что Мне была Нужна Именно Череда Череда В пакетиках Думаю Когда-никогда Все-таки Серафиму Сделать профилактику У него бывают Какие-то покраснения На тельце Думаю Ну вот Самое действенное Средство Это череду Заварить И в ванночке Его искупать Хотя мы Редко Ей пользуемся И даже Когда он Совсем Грудничком Был Пару-тройку Раз Я ей пользовалась Ну вот Решила Что пусть Она у меня будет Попросила Две пачки Череды Череды В пакетиках В аптеке Что вы думаете Резиночкой Перевязанную Мне впихнули Аж вот Целых Две пачки Для чего Я не увидела Все это Сложила в сумку И пошла Приспокойно Пока дома Выкладывала Все из Сумки Посмотрела Чебрец В итоге Чего Трава будет Пропадать Называется Все Все сгодится Я как Те китайцы Они из Чего-то там Сделают конфетку Подумала Заварю себе Чай В чайник Забросила Чайный пакетик Чая И Пакетик Травы Чебреца Очень даже Неплохо получилось Все равно Что если бы мы Купили Вот именно Чай с чебрецом Уже готовый Пакетик Да и самое главное Это я забыла Я же вам хотела Еще рассказать Вот об этих Лампах Которые Мы прикрепили Под полками На кухне Вот о них Первонаперво И хотела Живеть Рассказать В этом влоге Кухонном Мы купили Лампы Мы давно Давно Их присматривали Но к сожалению Еще Еще даже По-моему В прошлом году Мы в городе Потому что Сами живем В поселке Мы в городе Видели Такие лампы Но не было Нашего размера Чтобы разместить Кстати Они вот тоже Как и направляющие Металлические Бывают разного размера И вы уже смотрите По своей кухне Как вам надо Их разместить И какого размера Вам там Под шкафчики Или на стенку Подогнать Кто-то их крепит Именно на сам Фартук кухни Мы решили Взять Опять же Как и вот такие Направляющие Две короткие Лампы Они кстати Соединяются Между собой И поэтому Очень тоже Удобно И одну Длинную Вот она у меня Горит Давайте я ее Выключу Потому что Засвечивает И одна Вот длинная Мы ее расположили Вот здесь Вот на углу На углу На углу кухни Очень замечательно И кстати Между собой Даже вот эти Вот лампы Смотрите Вот здесь Есть соединение То есть Каждая лампочка Она Может включаться Выключаться Вот здесь Видите Вот выключатель Своим выключателем Но при этом Если вы соедините Их В единую цепочку Как мы и сделали Вот здесь Переходником Соединяются Лампочки Где угол идет Над раковиной А вот здесь Лампочки Они Соединяются Между собой И получился Всего-навсего Единый провод Который мы включаем Я с вами поболтала Рассказала Все свои новшества На кухне И заодно Пожарила котлеты И мне не скучно И вам думаю Со мной было весело Надеюсь на это Так что прощаюсь С вами До новых встреч На моем канале Учту все ваши пожелания Особенно в инстаграм Когда вы мне написали Ваши любимые темы На ютубе Что вы смотрите Поэтому Буду стараться Стараться придерживаться Любимых вами тем Буду в тренде Как говорят На этом я с вами прощаюсь До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok